Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Продолжаем создавать героев анимации. И сегодня будет новая кукла Закатун. Закатун это рисованный персонаж с одноименного канала. Он яркий, смышленый и позитивный. Если ты тоже знаешь, кто такой Закатун, то ставь палец вверх, узнаем сколько нас таких. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. Это третье видео из серии аниматоры на моем канале. В предыдущих двух я делала куклу Вэл. Если вы не смотрели тот мастер-класс, то ссылочки на него я оставлю в описании. Специально для этого Оака я купила вот такую подделочку под кукол фирмы Фомоса из серии Я люблю Мини. Из точно такой же малышки я делала куклу Вэл. Кстати, если кто помнит, в прошлый раз меня смутило расположение бантика. Мне показалось, что его не туда приклеили. Оказывается, его расположение сбоку было задумано. Вот два платья и бантики на одном месте. В видео про куклу Вэл был подробный обзор и сравнение этой куколки, поэтому если вам интересно, посмотрите его. Сегодня я не буду тратить на это время, сейчас удалим ей волосы. Я их сохраню, поэтому соберу в хвостик. Беру ножницы и срезаю волосы у основания. Оставшиеся волосы я выдергиваю из головы при помощи пинцета. И вот я уже закончила. Наша малышка, точнее уже малыш, полностью лысенький. Как вы видите, образовался вот такой дефект в виде дырочки, но я думаю, что мы его скроем, так как на этом месте как раз будет челка. Сейчас будем удалять малышу макияж. В прошлый раз макияж у такой же куклы я стерла очень быстро, поэтому сегодня я особо не переживаю. Надеюсь, что тоже все будет хорошо. Да, все отлично. И вот наш мальчик красавчик, он полностью готов примерить на себя новый образ. Раз. Подготовка куаку закончена. Переходим к первому этапу. Будем делать прическу. У нашего героя красные волосы. Мы ему сделаем вот такую яркую челку. Прежде всего, в цвет волос я покрашу голову красной краской. Краску наношу густым слоем, чтобы закрылись все дырочки. Теперь нужно подождать, пока она полностью высохнет. Прошло немного времени, краска полностью высохла. Теперь сверху я закреплю ее клиром. Делаю это на лестничной площадке, так как от него неприятный запах. Наношу в несколько слоев. И вот клир также высох. Можно приступать к перепрошивке. Как всегда, я использую свои самодельные инструменты. Козью ножку и острый. Прошивать я буду вот эту часть. Сначала острым инструментом делаю дырочки. От общей массы волос отделяю тоненькую прядку. Отрезаю, складываю пополам. Поддеваю вторым инструментом по серединке. И вставляю в голову. Первая прядка готова. Основная рабочая зона вот на этом пальце. Чтобы постоянно не тыкать иголкой, я закрыла его лейкопластырем. Продолжаю. Отрезаю вторую прядку. Поддеваю. И вставляю рядом. Вот уже две прядки. Продолжаю. И вот такой результат. Такого количества вполне достаточно. Здесь у нас была дырочка. Как видите, я ее закрыла. Все отлично. Дальше укладывать челку я буду после того, как нарисую лицо. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами устраивали поединок среди популярных аниматоров. А точнее, среди их рисованных персонажей. Мне тоже нужно проголосовать. И как вы уже догадались, я выбираю вариант номер два. За Катун. Теперь я вижу, как проголосовали вы. И с огромным отрывом победил Мирби. Он набрал 73% общих голосов. Поздравляем его. А сегодня будет мужской баттл среди двух каналов. Мамикс против А4. Кто же лучше? Макс или Влад? Жмите на подсказочку в правом верхнем углу. Выбирайте свой вариант. А в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто из них победит. Прятки отлично держатся, но на всякий случай изнутри я их проклею в этом месте. Переходим ко второму этапу. Будем рисовать кукле лицо. Первым делом укутываю куклу, прячу волосы и тело под тканью. Окончательно очищаю и обезжириваю лицо. Убираю все соринки. В качестве базы под макияж использую суперклир. Наношу его на расстоянии 50 см. Несколько слоев. Делаю это на лестничной площадке. Клир высох. Сейчас будем оживлять нашего героя. У него очень необычная внешность. Огромные глаза. Но я буду рисовать его таким, какой он в мультике. И вот такой у меня получился лупастик. Немножечко не по себе, так как куклу с такими огромными глазами я рисую впервые. Теперь я беру белую акриловую краску и нужно полностью закрасить эти большущие глазища. Вот что у меня получилось. Краску я наносила в несколько слоев. После чего обязательно нужно подождать, чтобы она полностью высохла. Теперь я беру черный акварельный карандаш и обвожу контур. Готово. Вот такие глазки. Теперь я беру синий акварельный карандаш, влажную кисточку и рисую радужку. Она также будет овальной. Голубым карандашом высветлю ее снизу. Черным карандашом обвожу контур. В центре радужки черной акриловой краской рисую маленький зрачок. Белой краской ставлю блики. Рисую нашему герою ротик. Он у меня будет улыбаться. Закрашиваю ротик. И рисую маленький язычок. Выделю ушки. Растушую карандаш сухой художественной пастелью. Выделяю рельеф лица. Добавлю немного румянца. И выделю линию роста волос. Закрепляю лицо клиром. Освобождаю куклу от ткани. И на этом моменте сегодня, пожалуй, я буду заканчивать. В следующий раз будем подстригать щелку, делать укладку, шить одежду. И тем самым полностью закончим эту куклу. Чтобы не пропустить продолжение, не забудь подписаться на мой канал. И нажми на колокольчик, чтобы увидеть его первым. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделие. До новых встреч. Всем пока.